Множество заинтересованных и пытливых глаз, юношеское любопытство и атмосфера праздника. Для школьников и начинающих спортсменов Салавата встреча с двукратным паралимпийским чемпионом Андреем Николаевым и заслуженным тренером страны Фанилем Кираевым и есть праздник. Встреча эта творческая приурочена к тому, чтобы Андрей Николаев поделился с молодыми ребятами, какой путь ему предстояло пройти, чтобы достичь таких огромных высот, с чем нужно справляться, какие у него есть достижения, ну и вообще поделиться своим опытом с молодыми ребятами. Среди приглашенных ученики седьмой школы, ребята из клуба Дмитрий Донской, юные активисты. Встречу инициировал историко-краеведческий музей. Ведь это учреждение хранит и передает главные вехи истории города. И ожидаемым частью его спортивных стендов станут и экспозиции, посвященные успехам Андрея Фаниля Халиловича. Мы замечаем, что здесь особые люди живут. Умные, мощные. И на протяжении определенного времени Салат всегда был гордон спортом. Я скажу, что у нас на самом деле город спортивный. У нас проводится очень много мероприятий, очень большой уран. У нас очень много людей, которые в принципе достойно выступают на всех соревнованиях, любого уровня. Неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы уверенно взял вершину на паралимпийских играх в Токио, где завоевал серебряную и две золотые медали. Между тем, рассказывает молодой человек, изначально в спорт он пришел, чтобы поправить здоровье и укрепить физическую форму. Однако собственные усердия, целеустремленность, занятия с тренером и поддержка близких привели Андрея на ступени пьедестала в крупных соревнованиях. Было ли у вас окружение, которое мотивировало вас, поддерживало, разделяло вас победой и поражением? Или вы прошли весь путь в одиночку? И во-вторых, была ли ваша цель выйти на такой уровень, на который вы сейчас находитесь? Или вы ставили какие-то заоблачные цели и в итоге вы пришли к тому, что вы сейчас знаете? Я никогда старался не ставить каких-то заоблачных целей и даже сейчас стараюсь ставить те цели, которые я знаю, что у меня получится достичь. Не когда-то там завтра, ну да, через год, через полтора, но у меня получится достичь этих целей, а не тех, что я послезавтра пойду и поднимусь на Эверест один. А то, что ты спрашивал про команду, то одному нереально достичь такой высоты. Гости делятся с юными слушателями воспоминаниями о том, как начался большой путь Андрея. Как произошла встреча талантливого тренера и упорного и отважного ребенка. Как преодолевались первые разочарования, а затем приходили успехи. Встреча плавно перешла в интерактивный режим беседы. Ребята с интересом слушали и задавали вопросы. Были и рассказы о комических ситуациях, и просто о моментах, которые очень тронули. Так, после заплыва в телефоны Андрея и Фанили Халиловича буквально разрывались от звонков с поздравлениями. А один из друзей даже сделал сюрприз. Так получилось, что соревнования, вы знаете, проходили без гимна, и он нам этот гимн сыграл на гитаре. Это было так приятно, так трогательно. Оба прославленных гостя призывают ребят к движению в самом широком смысле. Движение – это путь вперед и развитие. Укрепляйте, совершенствуйте физическую форму, узнавайте новое, учите языки, говорят спикеры. Спорт, физкультура же полезны прежде всего тем, что развивают дисциплину, а дисциплина развивает волю. А гости, взяв высокую планку, стремятся и далее развивать успех. Всегда хочется большего и посмотреть, на что способен твой ученик, на что способен сам, как тренер, на каких высот еще подняться. Поэтому всегда-всегда надо двигаться вперед. Я очень рад и доволен, что такое прошло мероприятие, очень приятно. Даже если кто-то пришел так посидеть, он все-таки все равно что-то себе из этого почерпнет. Это тоже занятие спортом, та же учеба, тот же английский язык. Что-то, что-то каждый именно для себя, я думаю, подчеркнул. Во-первых, это мотивация для них, что они смотрят на меня, видят, каких успехов я достиг, и понимают, что нет чего-то такого сверхъестественного. И самое главное для них это правильно преподнести, чтобы они понимали, что они тоже на это способны. Без сомнения, слушатели заинтересовались и о многом задумались. В общение включились не только школьники, но и работники музея. А значит, беседа получилась содержательной и очень мотивирующей.